Пенсионные фонды Удвоили инвестиции в криптовалюту через фирму Morgan Creek Capital Два пенсионных фонда округа Fairvox, Вирджиния, инвестировали в октябре 55 млн долларов США во второй ориентированный на криптовалюты фонд от Morgan Creek Capital. Об этом сообщает CoinDesk К настоящему времени доля инвестиций фондов управления капиталом полицейских и других государственных чиновников в Morgan Creek достигла 1%. Ранее этот показатель не превышал 0,5%. Новые инвестиции поступили после предварительной оценки показателей первого фонда, активы которого выросли на 15% с начала этого года. Основная часть средств Morgan Creek Digital направлена на связанные с блокчейном инфраструктурные компании, а примерно 15% компаний инвестируют в криптоактивы. Пенсионный фонд полицейских в этот раз выделил 22 млн долларов США – 1,5% от общей суммы своих активов, а фонд госслужащих – 33 млн долларов США – 0,8%. Остальные 5 млн долларов США были совместно направлены на неназванный проект под управлением Morgan Creek. По словам главного инвестиционного директора фонда полицейских Энди Спеллера, в среде низких процентных ставок и невысокой отдачи от традиционных вложений привлекательность венчурных инвестиций значительно возрастает. «Пока что мы наблюдаем некоррелируемую динамику по отношению к другим классам активов», – добавил Спеллер. Напомним, в феврале этого года пенсионные фонды из округа Fairvox впервые инвестировали в крипто- и блокчейн-пространство 40 млн долларов США через Morgan Creek. Банк DBS и Trafigura представили новую платформу на блокчейне Berlin. Крупнейший азиатский банк DBS и сингапурская компания Trafigura Group представила новую блокчейн-платформу ICC Trade Flow для развития международной торговли и повышения скорости обработки документов. Открытая платформа была разработана с использованием блокчейна Berlin. Основная задача платформы – сократить время на обработку бумажной документации и повысить эффективность документа оборота. Как заявил банк DBS, система сократит время на обработку документов с 45 до 20 дней. Решение создано на основе сетевой инфраструктуры Trade Trust, разработанной Управлением развития средств массовой информации IMDA, официальным советом правительства Сингапура при Министерстве связи и информации. По словам разработчиков, участники платформы смогут оценивать уровень надежности участников сделки, агентов и транспортных средств, и такой рейтинг будет отображаться в системе. В дальнейшем, по мере добавления новых стран в систему, платформа будет постепенно совершенствоваться. Генеральный директор правительственного агентства «Интерпрайс Сингапур» Сатвин Дерсинг считает, что такое сотрудничество и использование технологии блокчейна в сфере торговли укрепит позиции Сингапура на международном рынке. Напомним, что год назад IMDA предложила профинансировать развитие блокчейна в сфере СМИ и информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, в октябре Сингапур стал использовать блокчейн для регистрации морских судов. В Аргентине построят криптовалютный дата-центр на 100 млн долларов США. Huobi Аргентина, дочерняя компания биржи криптовалют Huobi Group, планирует инвестировать 100 млн долларов США в создании дата-центра на блокчейне. По сообщению Reuters, Huobi Аргентина заявляет, что центр обработки данных на блокчейне станет крупнейшим в своем роде. Криптовалютная биржа Huobi сообщила об открытии филиала в Аргентине в сентябре этого года. Открытие произошло на фоне продолжающегося экономического кризиса в стране и падения местной фиатной валюты. Платформа должна была начать работу к середине октября. Согласно сообщению Reuters, Huobi Аргентина заявила, что филиал начнет полноценную работу к концу ноября. Спрос на криптовалюту в Аргентине обусловлен открытостью страны к зарождающимся технологиям и необходимостью найти альтернативу для снижения рисков, вызванных девальвацией PESO. Недавно в Аргентине был введен валютный контроль для стабилизации рынков PESO, ограничивающий граждан страны в покупке иностранных валют. А в начале месяца Центробанк страны запретил покупку криптовалют с помощью кредитных карт. Ранее граждане Аргентины все чаще прибегали к криптовалютам в попытке спасти свои накопления от гиперинфляции. В начале сентября аргентинский финансовый эксперт призвался граждан покупать биткоины. Весной этого года венчурный инвестор и известный криптовалютный энтузиаст Тим Дрейпер посоветовал президенту Аргентины легализовать биткоин, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране. В начале месяца биржа Хооби заявила, что заблокируют счета пользователей из США в середине ноября. А ранее Хооби Групп объявила о запуске на Ближнем Востоке платформы Хооби Клауд, предназначенной для создания безопасных и стабильных бирж цифровых активов. Китай убрал майнинг криптовалют из списка нежелательных видов деятельности. Национальная комиссия по развитию и реформам Китая изменила свое отношение к деятельности майнеров криптовалют и не будет полностью ограничивать майнинг криптоактивов. Комиссия, в задачи которой входит формирование макроэкономической политики государства на высшем уровне, сегодня представила обновленный перечень руководства для структурирования промышленности. В нем она описывает направления, которые необходимо развивать, ограничивать или полностью искоренять. Майнинг криптовалют больше не присутствует в последней категории, как и в принципе в документе. Напомним, в апреле был опубликован черновой вариант документов, которым местным властям предлагали полностью ликвидировать майнинг виртуальных валют. В списке находилось более 450 нежелательных видов деятельности, которые нарушают требования действующих законов, небезопасны, расходуют ресурсы или загрязняют окружающую среду. Тогда речь шла о том, что майнинг тормозит развитие государства. Многие относились к данному предложению как к подтверждению планов властей по запрету майнинга, однако сам документ еще не имел законодательной силы. Китай имеет большую долю в мировой майнинговой индустрии. В стране располагаются такие компании, как Bitmain, K&N и E-Bank. Последнее обновление перечня может быть позитивным явлением для ведения деятельности по майнингу криптоактивов. В апреле после публикации чернового варианта перечня говорилось, что власти готовы получать и анализировать комментарии общественности. В ходе прошедшей сегодня пресс-конференции представители комиссии заявили, что она получила свыше 2500 обращений, большинство из которых принято к рассмотрению. Новая версия перечня окончательно и вступит в силу с 1 января следующего года. Эрдоган. Турция закончит тестирование цифровой лиры в 2020 году. Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган заявил, что в 2020 году правительство закончит тестировать цифровую валюту от Центрального банка Турецкой Республики. Центробанк Турции планирует выпустить цифровую лиру в соответствии с ежегодной президентской программой уже в конце следующего года. Наряду с запуском собственной криптовалюты правительство собирается начать разработку специальной платформы для осуществления мгновенных платежей с цифровой лирой. Над проектом также будет работать Совет Турции по научно-техническим исследованиям. По мнению Эрдогана, запуск государственной криптовалюты укрепит экономику страны и ее влияние на международной арене. Главная цель запуска цифровой лиры – создать финансовый сектор с различными инструментами для расширения базы инвесторов и сокращения издержек. Кроме того, благодаря появлению собственной цифровой валюты, Стамбул может стать одним из мировых финансовых центров с привлекательными условиями для новых инвесторов. Стоит отметить, что турецкие власти заинтересованы не только в выпуске цифровой валюты, но и в использовании блокчейна в различных областях – логистика, таможенное обслуживание и государственные услуги. По данным исследования, проведенного этим летом немецкой компанией Statista, Турция стала мировым лидером по принятию криптовалют. Ими пользуются около 20% населения страны. В сентябре правительство Турции поделилось планами о создании государственной системы с использованием технологии блокчейна. Напомним, что неделю назад председатель Китайского центра международного экономического обмена Хуан Кифан заявил, что Народный банк Китая станет первым, кто выпустит государственную криптовалюту. ФРС США ищет специалиста для исследования цифровых валют. Федеральный резерв США ищет сотрудника для исследования способов интеграции цифровых валют, стейблкоинов и технологии распределенного реестра в работу Центрального банка страны. Согласно вакансии, в дополнение к основным обязанностям специалист будет заниматься наблюдением за сферой традиционных платежей. Ранее представители Центрального банка уже намекали на интерес ФРС к пониманию и даже выпуску собственной цифровой валюты. Судя по всему, поиск специалиста для работы в этой области станет первой реальной инвестицией в человеческие ресурсы, сделанной ФРС для интеграции технологий в существующие системы. В вакансии, размещенной на веб-сайте ФРС, говорится, что специалист будет работать в филиале Центрального банка в Вашингтоне и осуществлять управление секцией розничных платежей ФРС, надзор за автоматизированными расчетно-кассовыми службами, содействие исследованиям в области инноваций в розничных платежах, а также решение вопросов политики и регулирования розничных платежных систем. Помимо работы, связанной с традиционными платежами, сотрудник будет выполнять такие функции, как содействие в исследованиях в области инноваций, включая цифровые валюты, стейблкоины, технологии распределенного реестра, а также финансовые и цифровые инновации в розничных платежах. В дополнение к исследованию цифровой валюты сотрудник внесет вклад в политику и нормативные акты, касающиеся розничных платежей, и представит мнение Совета управляющих в других подразделениях Совета, резервных банках и правительственных учреждениях. Успешный кандидат сможет претендовать на заработную плату в размере 250 700 долларов США в год. Напомним, что в прошлом месяце два конгрессмена обратились к председателю ФРС США с просьбой рассмотреть возможность создания цифровой версии национальной валюты. Бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Кристофер Джанкарло также считает, что правительству США стоит начать разработку собственного цифрового доллара, независящего от центральных банков. Субтитры создавал DimaTorzok